Добрый вечер, уважаемые друзья! Сегодня 15 июня, второй день чемпионата мира. Итак, 14 числа, в день открытия чемпионата мира, правительство приняло решение о законопроекте об увеличении пенсионного возраста. В ходе реализации пенсионной реформы планируется достичь выхода на пенсию для мужчин в 65 лет к 2028 году, для женщин планируется достичь выхода на пенсию в 63 года к 2034 году. Именно на таком варианте пенсионного возраста решили остановиться в правительстве России 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены. Также Медведев добавил, что работники с большим стажем смогут выходить на пенсию на два года раньше срока. В своем заявлении премьер заявил, что решение о пенсионной реформе назрело уже давно и грядущая реформа будет направлена на повышение уровня пенсии выше уровня инфляции. Напомним, что ранее в правительстве обсуждались еще два варианта повышения пенсионного возраста, предложенные Минтрудом, для мужчин до 65 лет, для женщин до 60 или до 62 и 60 лет соответственно. Время выбрано, мне кажется, не случайно и это уже видно по социальным сетям. Интернет бурлит. Люди вспоминают и 18 марта, люди вспоминают заявление Путина 2005 года, люди вдруг увидели высказывание Пескова по этому поводу, но Путина пока не слышно. Я думаю, что поскольку сейчас начались процедуры согласования о внесении в Государственную Думу, то стоит поступить так, как предлагают профсоюзы. Но с другой стороны, я хочу проанализировать вот эту ситуацию и высказать свою оценку. Все равно оценки сегодня нужны. Я считаю, что момент выбран не случайно. Это удар по победе Путина, а чемпионат мира по футболу это его победа. Это его договоренности с глобальными элитами, которые эти футбольные матчи посевают по всему миру. Это удар по президенту сразу же после выборов. Я думаю, что правительство санкции от него на такое решение не получало. Я думаю, что давление происходит со стороны надстранового уровня. Может быть даже не глобального, а надстранового американского. И в этой связи я думаю, что нам нужно президенту помочь. Потому что депутатский корпус, правительство это люди, которые расставлялись в разные времена американцами, согласовывались с американцами или кланами в России, которые все равно имеют контур, замыкающийся на надгосударственный американский уровень. И вот в этой схватке нам нужно не истерить против Путина, как он допустил, как он не смог удержать от этого. А нам нужно создать волну информационную, которая была бы мнением с земли. То есть я к сайту Change.org отношусь очень скептически. Это американская платформа. А вот Ру и Ру и петиция на Ру и Ру, адресованная в Государственную Думу, о том, чтобы не подписывать законопроект об увеличении пенсий, мне кажется, это принципиально важно. Еще хочу обратить внимание на предложения профсоюзов, которые звучат следующим образом. Олег Шейн еще 12 июня написал в Фейсбуке о кампании против повышения пенсионного возраста. Правительство собирается принять решение в четверг, 14 июня. Далее по процедуре оно должно заручиться поддержкой Российской трехсторонней комиссии, работодателей, профсоюзы и собственного правительства. И лишь затем вносить в Госдуму. Реально внесение произойдет в начале июля. Закон относится к категории тех, по которым Госдума обязана осуществить рассылку в региональные парламенты и заручиться их ответом. С 25 по 30 июня у депутатов Госдумы неделя работы в округах. Что надо сделать? Первое. Найти депутата, представляющего в Госдуме ваш регион. Нам нужна только Единая Россия, парламентская. Оппозиция не будет. Голос закон о повышении пенсионного возраста. Список депутатов с региональной привязкой прилагается. Википедия. Ссылка. Второе. Написать им письма и организовать других людей. Официальные почтовые адреса здесь. И третье. Навести депутата в его приемной, желательно собрав побольше народа. Данные о приемной есть по этой ссылке. Вот такую вот работу предлагает сделать Олег Шейн. Но самое главное, хочу обратить внимание на то, что пенсионный возраст увеличивать экономических причин нет. Экономических я имею в виду с точки зрения экономики России, а не с точки зрения корпоративных карманов, которые вокруг этой экономики паразитируют. То есть, вот эта социальная несправедливость, когда отдельные чиновники жируют, бесятся жиру, присосавшись к бюджету. И при этом люди не могут даже претендовать на пенсию. При этом хочу обратить внимание. Удар сейчас приходится прежде всего на людей, родившихся примерно с 66-го, 67-го, 68-х годов до середины 70-х. То есть, вот это вот поколение, как раз то поколение, которое в 90-е годы приняло на себя весь этот удар. И экономическое уничтожение государства, и демографическая яма. То есть, это люди, которые на своих плечах вынесли все эти лихие 90-е. И вот сейчас, по прошествии лет, когда они, в общем-то, приблизились к пенсионному возрасту, по ним приходится еще один удар. При этом далеко не все из них стали аллигаторами и потребляют из бюджета, из бюджета всех уровней. И, соответственно, этот удар с точки зрения длительных процессов получается на предпоследнее поколение, рожденное в Советском Союзе. То есть, те люди, которые воспитывались по советским учебникам, учились в советской школе, да, и люди, которые, ну, могут повлиять на подрастающее поколение, рожденное уже после развала Советского Союза. Экономические аргументы, связанные с тем, что, мол, пенсионный фонд не вынесет такой нагрузки, да, они вообще не выдерживают никакой критики, потому что пенсионный фонд все равно ест в три рта не по чину, да, строит себе дворцы в каждом областном центре. И при этом, если посчитать, сколько люди платят в пенсионный фонд за всю свою жизнь, сколько они получают на выходе, там даже не один к десяти. То есть, есть куда направить усилия для того, чтобы наводить порядок. И, кстати, Кудрин, как глава счетной палаты, мог бы этот аргумент как-то и предъявить. Что я предлагаю сделать? Я предлагаю, помимо ROI.ru, а это официальный сайт, на котором можно подписывать петицию. Там есть, конечно, ограничения, связанные с тем, что люди, подписывающие эту петицию, должны быть зарегистрированы на сайте госуслуг. С одной стороны, это правильное ограничение, но с другой стороны, это ограничивает количество людей, которые готовы взять и проголосовать. То есть, надо поднять задницу, пойти, зарегистрироваться, сделать некоторые процедуры. Но хочу обратить внимание, что если 100 тысяч людей активных политически по этому вопросу наберется, то тогда ситуация станет более управляемой, скажем так. Но кроме ROI.ru я предлагаю, почему я все время педалирую на счет видеоблогеров. Можно не идти ни на какие сайты, можно писать ходатайство в государственные органы, обращение к депутатскому корпусу, обращение к чиновникам всех уровней. Согласно закона об обращении граждан, я думаю, что каждый человек может записать коротенький ролик. Обращение к президенту, в котором он может попросить президента этот закон не подписывать. Этот ролик можно разместить в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, на Ютубе, везде, куда можно залить это короткое видео. Оно абсолютно меньше минуты. Но это видео нужно записать. Если люди при посещении интернета, заходе в социальные сети, на каждом углу, на каждой полке, на каждом, я не знаю, участке социальных сетей, увидят мнение разных людей, а этим процессом невозможно управлять, ну вот знаете, да, предположим, я продакшен, я взял и собрал людей, 500 человек, да, и записал эти ролики. Это не от сердца и не искренне. А вот именно, чтобы каждый человек на свой смартфон, на свою камеру, на свою веб-камеру в ноутбуке взял бы и записал такое обращение к президенту, то я думаю, у него появились бы дополнительные аргументы в своем диалоге с глобальными и надстрановыми элитами, которые все это продавливают. Для того, чтобы в этой части игры, в этом коне мы победили. Закон еще не подписан, там еще будут процедуры. Но я думаю, что сейчас очень многое зависит от нас. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!